доброго дня уважаемые зрители видео канала планеты дзюдо я Роман Карасев и мы продолжаем небольшие видеоролики о том как можно проводить тренировочные занятия с помощью борцовского манекена именно тренировочные занятия дзюдо и в нашем занятии мы используем вместо нашего как живого партнера но бывает такие случаи когда нет не с кем отрабатывать не с кем тренироваться но если есть такой борцовский манекен с ним очень удобно отрабатывать даже если когда есть партнеры почему с таким борцовским манекеном удобно отрабатывать потому что соответственно на нем можно где-то жестче сделать, где-то и покрепче удержать, перекрутить и так далее, он против не будет, потому что он неодушевленный. Есть, конечно, некоторые нюансы, но по большому счету, еще раз скажу, что для тренировочного процесса вот такой борцовский манекен, это неизменимая вещь, независимо от того, начинающий вы, кто начинает только занятие дзюдо, или уже достаточно большой мастер, который может и знает уже многие вещи. Итак, давайте, сегодня мы рассмотрим вариант, так называемый техник концепции ваза, это когда с помощью болевых захватов мы удерживаем партнера в положении лежа, контролируем его. Итак, болевой захват на руку, я сейчас покажу первый раз, потом немножко дам некоторое объяснение. С нескольких ракурсов покажу. Чтобы было в лучшей виде. Итак, ну давайте мы немножечко, небольшие дополнения, объяснения. Мы делаем в данном случае боевой захват на ближнюю к вам руку, вашего борцовского манекена, это исходное положение, я сижу на коленочках, и в момент выполнения я начинаю вставать, и видите, у меня сразу руки идут на замок, так называемый. Почему вот эта рука сюда иит сюда. Это в случае, это идет еще из дзюдзюци, да, боевой раздел, когда партнер пытался атаковать рукой и конечно здесь идет вот защита, чтобы партнер не смог вас схватить и ударить. Таким образом вы защищаетесь Вторая рука идет вот сюда И таким образом вы делаете замок На что обратить внимание еще Не надо опускать руку вниз Сюда давить Таким образом вы сами наклоняетесь И можете вторая рука Вашего партнера Будущего или оппонента Может для вас дотронуться В данном случае это у нас маникен борцовский Он не может реагировать Но вы должны в голове понимать Что рука партнера может реагировать Раз Замок Дальше Нога Нога первая у нас становится Со стороны головы Таким образом фиксируем туловище Партнер голову потом не поднялся И не ушел в ту сторону Не смог перековырнуться в ту сторону И на вас Если вы сделаете Вот эту ногу Не совсем Эффективный будет тогда прием Потому что В этом случае Вращение туда будет больше Поднимется голова на вас И он уйдет Идеальный вариант Соединить руки с постановкой ноги Как это выглядит Таким образом Далее Мы прижимаемся И Вытягиваем руку Вторая нога Которая кладется на туловище Она просто дополняет Она может конечно и не квасаться на туловище А оставаться вот здесь Немножко вот так Разверну Чтобы было видно Раз Не обязательно ее класть сверху Можно оставить здесь Но главное Бедра ваши Должны сдавить руку партнеру Должны соединиться Можно положить Давайте я с этой позиции покажу И С этой позиции Вы видите мое спортное положение Я сижу на коленочках И В момент проведения Я начинаю сразу включаться Еще на что хочу обратить внимание На вот этот захват Руки Когда я делаю Защиту И перехожу в замок Фиксацию руки Еще раз Видите Я Не надо наклоняться Вот сюда Это опасно Потому что вы Теряете Значит Центр тяжести Наклоняйте сюда И партнер может вращаться И вас перевернуть Ну плюс Вот эта рука Может действовать И схватить вас Когда у вас Тело прямое Спина прямая Вы тогда контролируете Партнера Руку прижимаете к себе Он не может защитить эту руку Потом Ложитесь уже Туда И давайте еще раз Завершающий Это был вариант тренировки Болевого захвата На руку С использованием в тренировочном процессе Борцовского манекена Для дзюдо С вами был Роман Карасьев И вы смотрели видеоканал Планеты дзюдо Занимайтесь дзюдо Каждый день До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok